Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, сегодня была Бабовна в Луганске. Я вам рассказывал, но была большая непонятка с тем, что прилетело и куда прилетело. И, как говорится, как только ситуация прояснилась, я вам уже докладываю, что же на самом деле там произошло. Значит, смотрите. Сами расисты признались, что там случилось. Единственное, что непонятно, что именно прилетело. То ли это была ракета, то ли это был все-таки дрон. Тут версии разнятся. С моей точки зрения, дрон заметили бы, он все-таки тихоходный. А больше похоже все-таки на версию возможно с ракетой. Или, возможно, версия с диверсией. Вот, кстати, тоже вариант. Диверсия тоже вполне возможна. Потому что ничего не видели пролетающего. Понимаете? Оно было бы видно. Люди всегда снимают, но дрон точно сняли бы. Или точно услышали бы. Да? Вот. Тут этого не было. Значит, скорее всего, дрон на минус. А вот ракета или диверсия вполне себе может быть. Потому что ее не сильно увидишь. Если тем паче атакам, он сверху вниз падает. Там не заметишь. Да. Так вот. Как оказалось, действительно, прилет был по воинской части. Более того, это были артиллерийские склады. Но несложно было догадаться, что это склады с артиллерийскими снарядами просто по вторичной детонации. Потому что сам прилет был. Действительно. После него поднялся столб черного дыма. То есть, видно было, что попало куда-то. Но и все. Вот. Потом прошло несколько минут. И понеслось. Начало это бах-бах-бах. Да, как я люблю говорить. Лусь-лусь-лусь. Вот. Вот этот лусь-лусь-лусь. Началась вторичная детонация. О! И это дает понять, что значит то, куда эта ракета попала или что это было несло в себе боезаряд. Соответственно, да. Рашисты признались это было место складирования артиллерийских боеприпасов. Косвенно также на это указывает естественная эвакуация местного населения оттуда. Соответственно, их начали вывозить срочно, потому что пошла детонация артиллерийских снарядов. А это вещь малоприятная. Дальше. По потерям. Рашисты признались, что верите, не верите у нас, скажем так. Конечно, не верите. Вот. Но они говорят о 14 погибших военнослужащих, из которых три офицера с большими погонами из Москвы, которые якобы приехали проверять недостачу, которая на этих складах образовалась. И вот тут всплывает версия с диверсией. Знаете, как можно проверить то, что сгорело? Да. При всем при том, что те, кто приехал проверять, а что оно там не хватает, тоже отправились, скорее всего, на концерт Кобзона. То есть нельзя отбрасывать версию как работы партизан, так и очень удачного прилета от Акамса или Нептуна, или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Так и то, что это просто сами расисты свои склады хлопнули просто потому, что воровали с него. вот понимаете, как хотите, да. То есть эта инспекция должна была определить там меру воздействия на вот этих вот проворовавшихся офицеров российских, потому что там они воруют все подряд, никто с этим и не спорит, это очевидно. Но, как говорится, отправились на концерт Кобзона, потому что склад взорвался в тот момент, когда они на нем, собственно говоря, и находились. Так что, друзья мои, а, еще, да, там сейчас они разбираются с работой ПВО, неудовлетворительная работа ПВО, надо с ними разбирать, они там расслабились в Луганске. Ну, я бы не советовал, в Луганске не стоит расслабляться, туда, значит, прилетает постоянно и будет прилетать до освобождения Луганска от этой нечисти. Вот. Так что, ну, что можно сказать, удачное стечение обстоятельств, если это была наша ракета, или же действия партизан в тот момент, когда там еще и оказалось три высокостоящих офицера из Москвы, это тогда просто прекрасно, это называется бинго. Вот. Ну, а если это, как говорится, работа самих расистов, чего я совершенно не исключаю, ну, тогда это очень-таки достойная себе войга.